Украинский историк-исследователь армянского происхождения Филипп Казьянц не в первый раз назвал армян, недооценивших и искажающих историю Азербайджана, неизлечимо больными. Он снова отметил, что эта негативная тенденция наносит непоправимый ущерб самим же армянам. «Вы столько лжете, что я не знаю, излечима эта болезнь или нет», — сказал он. О том, что азербайджанцы, как народ, появились в начале XX века. Читаю комментарии. Столько раз вы в своих постах, в своих видео, в своих заметках, в соцсетях повторили эту мысль, братья армяне, что я вот уже не знаю, это излечимо или нет. Я ведь не пытаюсь защищать азербайджанцев, они не нуждаются в моей защите, вот от слова совсем. Я хочу защитить остатки вашего здравого рассудка. Но, может, надо собраться с силами и осмыслить это дело, и прийти к какому-то разумному выводу. Вам самим не страшно от идиотизма самой этой мысли? Ее можно уже на флаге на армянском писать, понимаете? Она настолько уже характеризует наш народ, как неотъемлемая черта нашего народа. Вот ты армянин? Так, а скажи, вот ты считаешь, что азербайджанцы появились в XX веке? Да, считаю. Ну, все, значит, ты настоящий армянин. Ну, вдумайтесь. Вам не страшно, что вами управляют блогеры, которые вот задувают в уши вам вот такой абсурд? Критика иказьянцев в адрес армян этим не ограничилась. Он рекомендовал армянским историкам-фальсификаторам, которые пропагандируют лжеисторию, изучить как минимум космографию XVI и XVII веков. Уже 400 лет назад у Азербайджана было и правительство, и армия, пояснил ученый. Когда историк касается темы, которая не является для него профильной, он должен открыть толковые, географические словари, космографии соответствующего времени.